здравствуйте друзья мы с вами на полночном хайвее и светлана зачитывает короткий но емкий вопрос давайте погромче играл два раза green карту и оба раза мимо я расстроен хотя сказал себе что нет повода огорчаться ведь это далеко не первый и не последний способ уехать сша но почему-то все равно расстроен год почему-то все равно расстроить все это хочешь начать и нет я хочу ты начал а я за что я начал ну что же я хочу сказать что тут как бы 2 две стороны у этой медальки первая сторона этой медальки она очень понятна ну ну хотелось знаете как вот хотелось мечталось он себе картинку нарисовал ведь это же ситуация даже не то что вот билет например ты помнишь книжная лотерея была 25 копеек платишь тут же открыл и все и тут же тут же выиграл и проиграл а это же полгода тебя держит понимаешь ты полгода ходишь на форумы ты читаешь истории ты слушаешь блогеров понимаешь и ты уже мозгами где-то уже уже ты там и вдруг тебя возвращают оттуда понимаешь мозгами и когда нет тебя там и это это намного хуже и болезненнее чем например не быть нигде мозгами и не возвращаться то есть не получить что-то намного легче чем уже уже быть мозгами там и потом тебя вернули обратно как бы депортировали может его из этой мысленной эмиграции и никому не хочется вот испытывать вот это ощущение облома но мы можем конечно перейти на другую сторону медальки и спросить себя а чего он вдруг так рассчитывал почему то есть но почему он нарисовал себе эту картинку и так далее но ответ на этот очень простой ну потому что он живой человек свет потому что мы все живые люди потому что мы эмоциональны если бы мы не были эмоциональны мы были бы роботами знаете я помню такой странный почти идиотский вопрос в каблении 60-х годов там как чем отличается белка от велосипеда гает вот у белки нет педали а если бы у нее был педаль она бы была рояль вот такой бред да вот я что хочу сказать но понимаешь вот если бы человек не был эмоциональны может быть он был бы рояль давай ты значит я я не давай немножко закончим мысли мою я хочу сказать что при всей понятности тех эмоций которые молодой человек переживает унывать не надо он все понимает понимаешь он все понимают это не первые не последний есть другие пути надо заниматься чем-то таким что ты можешь контролировать они чем-то что ты отдал вот с вероятностью там один процент полпроцента я не знаю а по-разному люди говорят куда-то туда проведению закинул и вот ждешь давай скажи ну в принципе я ничего нового не скажу ты все уже сказал да дело в том что мы живые люди и у нас есть эмоции и мы разумом своим не можем их контролировать понимая даже что в общем как бы шансов немного и все такое прочее человек склонен расстраиваться именно потому что это эмоции эти эмоции надо прожить для чего они нам даны эти эмоции они служат наверно каким-то стимулом для чего-то да то есть все зависит от я бы так разделила есть эмоции а есть наши отношения к вопросу если мы правильно проживаем эти эмоции то наши отношения становятся правильно но мы двигаемся дальше нам бы правильно поехать нам еще бы сейчас правильно пойдем машину справа она нас пропускают окей а вот если мы правильно проживаем эти эмоции то они являются стимулом для того чтобы наш разум собрался и сделал что-то дальше думал о каких-то других путях но эмоции это совершенно нормально поэтому к ним нужно нормально относиться другое дело что конечно огорчаться это неприятно правда ну может сказать так всякие обломы это конец чего-то одного и начало чего-то другого в конце концов ну давайте радоваться тому что это начало чего-то и проедем тот момент что это конец чего-то есть там какие-то нехитрые приемчики для того чтобы меньше огорчаться и меньше то есть я этим вопросом немножко управлять я я даже вот может быть я хочу его утешить я скажу послушайте у вас есть слава бог слава богу у вас есть два полушария понимаете два полушария в головном мозгу понимаете одно по эмоциям а другое по логическому мышлению эти и оба работают оба работают это же так здорово а представьте себе что одно полушария перестала работать в жизнь не на подачи чем расстроился на ему конечно больше утешение все на дело все в том что когда мы разумом контролируем какие-то процессы нам становится немножко легче есть какие-то нехитрые такие уловки да чтобы меньше скажем переживать по какому-то вопросу меньше испытывать негативных эмоций я думаю что самая правильная уловка чтобы мозги были заняты делом когда тебе во первых будет не до этого то есть ты просто будешь занят во вторых займитесь тем делом которое даст вам ощущение того что вы на правильном пути и вы не зависите больше от лотереи отпустите эту лотерею понимаешь она загружена была очень часто расстроена почему же я расстроен если я мозгами понимаю что все это правильно то есть с ним как бы все в порядке то что он расстроил это нормально это естественные эмоции человека и он должен их прожить и двигаться дальше вот и все то есть с ним ничего не неправильного не происходит все нормально все отлично два миллиона человек вместе с вами пролетели в этом тираже и нормально из них очень немногие очень немногие выиграть в других тиража и может быть еще меньшее количество из них сообразит и доведет до конца вот эту свою эмиграцию помимо лотереи помимо того чего от них не зависит поэтому войдите в это небольшое так сказать меньшинство и будьте успешны там это это очень здорово и это все доступно нет а вот я начала с того что правильное проживание является толчком а что в данном случае правильно неправильно но чем можно сказать ой ну все ну мне не повезло да и ну в конце концов не очень надо я и тут это прожил значит это его путь ты качни так и надо начни так и надо а вот а другой стороны ой а вот так получилось не случилось тогда я должен делать то-то 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 и у него появляется много стилов ведутся куда-то вот в продуктивном направлении в общем давайте скажем так мы морально с молодым человеком правильно то есть мы на его стороне и мы выражаем уверенность в том что у него все получится и может быть даже будет не не хуже чем если бы он просто выиграл может быть даже и лучше это более сильным более крепким может быть и быстрее приедет а может и быстрее кстати может быть намного быстрее это тоже правда счастливо